В нашем эфире мы не можем обойти тему праздников. И один из вопросов, который нужно решить уже вот прямо сейчас, что нам надеть? Мы точно не знаем, поэтому решили, что без специалиста не разобраться. Пригласили к нам стилиста, который одевает нас здесь на канале ТВ+, но является известным специалистом в Эстонии. Так что встречайте, Светлана Агуреева. Доброе утро! Доброе утро, Света! Ну вот, естественно, вопрос, который мы хотели бы тебе адресовать. Что в этом сезоне модно? Сейчас обсуждается год наступающей белой и серебряной крысы, но я думаю, что стилисты об этом не говорят. Стилисты говорят о других вещах. Да, но на самом деле я хотела сказать про пайетки. Это, пожалуй, такой самый простой способ. Это надеть либо одежду из пайеточных тканей, либо других блестящих. Например, я тоже пришла в пайеточные юбки. Это, в принципе, то, что уже не требует дополнительных украшений, выглядит празднично, действительно. Да, на самом деле. Самый простой способ – это платье. Его не надо ни с чем комбинировать. Просто надеваете платье пайеточное. Не надо уже никаких сережек, активных каких-то туфель. Платье вполне достаточно. Но я хотела показать, например, еще жакет. Чем хорош жакет? Вот такой прямого кроя, немножко оверсайз, пайеточный. Его очень легко комбинировать, например, с черными брюками, которые есть в любом гардеробе. Очень тоже простой способ. И я рекомендую, да, тоже всем приобрести пайеточный жакет. Хорошо. Я смотрю, блестящее в этом сезоне в моде. Вот, например, туфли тоже блестящие обязательно должны быть. Да, туфли. Куда можно добавить туфли? Например, если у нас какое-то однотонное платье, очень хорош, например, такой фасон, руки прикрыты, да, юбка такая чуть расклешенная, подойдет, в принципе, под все типы фигуры, да. Расклешенная юбка, она у нас скроет и как узкие, так и широкие бедра. И к такому, например, однотонному платью прекрасно будут более активные, например, да, блестящие туфли. Ну, либо дополняем какими-то украшениями, да, блестящие серьги. Или, например, как вот у Лены был, да, такой обруч, да, на... Я его назвал кокошником. Да, он просто не разбирает себе модных аксессуаров, Андрей. Да, он очень похож на кокошник. Но что касаемо материалов, хотелось отметить также, например, бархат, да. Вот, у нас вчера были гости из Таллиннского музея, они говорили, что вот в старину, в средние века из бархата платья делали богатые люди. Это считалось материалом богатых. Но он придает возраст. Да, вот почему. Он придает как бы статусности, да. Старше сразу на 10 лет. Поэтому я рекомендую из бархата, например, вот такого плана, какие-то пижамные костюмчики. Да я только хотел сказать, на пижаму похоже. Отдать предпочтение таким костюмчикам. Они такие немножко богемные, там можно накинуть вот буа, которое ты в руки держала поверх, и будешь такой немножечко такой богемный стиль у нас. Богемный, да. И он совершенно не прибавляет возраст. К этому, наверное, еще и тапочки подойдут, да, вот вместо туфель надеть такие тапки. Тапки это, кстати, на самом деле, домашние, вот это домашние тапочки. Ну, а на праздник-то их можно надевать? На праздник тоже можно надевать. Я, кстати, видела, что многие женщины, модницы, я так полагаю, ходят в тапочках и на светские мероприятия. Да, если, например, на улице холодно, можно под них надеть носочки. Но праздники, да, праздниками на выход мы наряжаемся. Дома, это вот к теме тапочек, тоже нужно выглядеть хорошо, поэтому я предлагаю вот, например, и женский вариант, да, какой-то такой домашний, велюровый, уютный костюмчик. И также для мужчин, да. О, наконец-то, для мужчин что-то показалось. А пайетки для мужчин не в моде в этом году? Пайетки, ну, если хочется чего-то блестящего, то можно отдать предпочтение каким-то аксессуарам, например, блестящая бабочка, да, или, может быть, галстук. То есть такой вот пиджак весь в пайетках надеть, это уже ту матч было бы для меня. Почему? Ты можешь надеть. Если ты... Я видела, мужчины носят такие пиджаки. Ты тоже можешь надеть. Мужчины носят, но, к сожалению, большинство, они предпочитают классические темные костюмы. И для большинства мужчин, конечно, пайетки, это немножко чересчур. Но я так понимаю, что ты можешь себе это позволить. Ты можешь надеть и бархатный пиджак, и пайетки. А большинство мужчин это, в принципе, вот такой... То, что я надену в эфире, зависит от тебя. Сегодня обычный, скучный темный костюм. Обычный, скучный костюм, да. Но я хотела на примере этого костюма, да, показать, что, в принципе, можно играть за счет бабочек. Один брючный костюм есть в гардеробе каждого мужчины. Поэтому мы можем уже играть цветом рубашек, да, галстуки, да, бабочки. Так, вот тут у нас. Давай я возьму, чтобы тебе было удобнее. Тут без разницы, в общем. Нет каких-то более актуальных, там, менее актуальных цветов. Ну, давайте посмотрим, да. Вот скажем, скажем вот так. Вот так, да. Это очень официально. Это если у тебя какой-то очень торжественный Новый год. Мне так кажется. Да, если что-то хочется немножко повеселее, да, то можешь приложить вот это. Тут бабочка поярче. Вот это веселее. Смотри, да, галстучек такой. Огонь. Галстук, кстати, тебе и под желтую рубашку тоже подойдет. Под такой цветной галстук подойдет рубашка. Да, подобряю. Бери. Нормально. Для мужчин, которые посмелее, можно какие-то пестрые рубашки, да, выбрать. А цветочные орнаменты тоже в моде. Вот, например, вот такой вариант с бабочкой. Тоже можешь приложить. Вот у меня есть такая традиция. Я с друзьями хожу на Площадь Свободы смотреть салют. Надеюсь, что увижу его в этом году. Что надеть сверху? Какая верхняя одежда может быть? Вот по поводу верхней одежды и по поводу вообще белого цвета. Мы все привыкли носить белый летом. Он считается каким-то таким традиционно летним цветом. Но я хотела сказать, что белый очень эффектно, очень элегантно смотрится зимой. Я тоже немножко такая в белом, да. Как снегурочка. И я хочу предложить... Особенно нашей серой зимой, да, белый смотрится шикарно, когда снега нет. А, белое пальто. Вот на Ратушной площади или на Бабаду Завялях, да, куда вы отправляетесь посмотреть салют, можно, в принципе, выбрать белое пальто. Будешь немножко так, как такая снегурочка. И с этим кокошником я точно буду, как снегурочка. Ну, в кокошнике ты, наверное, может быть, подзамерзнешь, можно какую-то, например... А, Андрей за мной поухаживает. Андрей поухаживает. Ну как? Отлично. Расскажи, снегурочка, где была. На самом деле, такое пальто, если холодно, то у всех есть такие маленькие курточки-пуховички, да, или жилетки, можно как утепление поднадеть вниз, чтобы не замерзнуть. Ну, такое шерстяное пальто будет очень актуально белого цвета в новогоднюю ночь. Я сейчас сниму пальто, и все увидят мои рукава модные на платье. Скажи, пожалуйста, вот такие рукава с увеличенными плечами, они тоже сейчас в моде? Да, очень актуально. Вообще широкий плечевой пояс, да, в стиле 80-х. Ну и такие объемные рукава-буфы, да, это тоже наш эстонский дизайнер Кирилл Сафонов. Так что, да, и вот у тебя такая ткань, она напоминает чем-то парчу. И тоже, опять же, вот этот металлик, да, непонятно, то ли золото, то ли серебро. Это тоже актуально, золото, серебро в любой Новый год. Ну и, кстати, черный цвет. Черный цвет у всех есть. Это, наверное, классика, Жанна. Это классика. Маленькое черное платье должно быть у всех. Что, спасибо Светлане Агурееве и нашему стилисту. Мы получили ценные советы. Маленькое черное платье.